Всем привет! Продолжаем ознакомиться с работами художников Сэр Уильям Блэйк Ричмонд Британский художник, скульптор, дизайнер витражей и мозаики Наиболее известен своими портретными работами И декоративными мозаиками в соборе святого Павла в Лондоне Я пользуюсь Википедией Ричмонд показал влияние на ранних этапах движения искусства, ремесел Выброс смелые цвета и материалы для мозаики в соборе святого Павла А также в сотрудничестве с Джеймсом Павлом и сыновьями Произведителями стекла, создания новых цветов и материалов Был профессором изобразительных искусств в Оксфордском университете С 1878 до 1883 года Сменив своего друга и наставника Джона Раскина Родился 29 ноября 1842 года в Англии Его отец Джордж Ричмонд был известным портретистом Матерью была Джулия Татхем Он был назван в честь близкого друга своего отца Поэта Уильяма Блейка Ричмонд учился дома из-за проблем со здоровьем в детстве В 1858 году в возрасте 14 лет он поступил в Королевскую академию художеств, где в течение трех лет изучал рисунок и живопись Проводил время в доме Джона Раскина, где ему давал частные уроки рисования известный художник В 1859 он написал свою первую картину «Энит и Герайнд» Продал картину за 20 фунтов стерлингов Потратив деньги на шестинедельные турные по Италии с репетитором Его время, проведенное за просмотром картин старых мастеров в Италии Сказало большое влияние на развитие Ричмонда как художника и более позднюю его карьеру Его любимым итальянскими художниками был Микеланджело Тинторетто и Джотто Стал успешным портретистом в раннем возрасте В 1861 году в возрасте 19 лет выставил свою первую крупную работу для Королевской академии Картина, это портрет двух его братьев, была высоко оценена Раскина Изучал анатомию в больнице святого Варфоломея Избранным членом Королевской академии в 1861 году продолжал выставлять свои работы до 1877 года В 1865 году Ричмонд вернулся в Италии и 4 года жил в Риме Изучал искусство, находясь в Италии он встречал художника Федерика Лейтона и Джованни Коста Работами которых восхищался В 1877 покинул Королевскую академию Начал выставлять свои картины в галерее Гросс Венера Где он выставлялся до 1878 года А в этом же году стал профессором изящных искусств Слейда В Оксфордском университете и сменив Раскина, как я уже об этом говорил Часто бывал в Италии, Греции, Испании, Египте в 1880-х годах Проводил несколько месяцев каждый год Исследуя новые области, впитывая историю, мифологию регионной Делал многочисленные рисунки и цветные зарисовки Избран членом-корреспондентом Королевской академии Начал работать над большими лилегарическими картинами И заинтересовался рисунком мозаики железных пят Рассматривал церкви как пещеры из побеленных гробниц Неокрашенных или, если они вообще были окрашены, только частями, фрагментами И с небольшим общим представлением о замысле В 1891 году Ричмонд начал работать над стеной и апсидой собора Святого Павла Ричмонд работал над внутренним убранством как дизайнер, так и мастер Участвовавший в установке мозаики с 1891 по 1904 год Спроектировал три больших окна в часовне Святой Троицы на Слован-стрит в Лондоне Создал ряд скульптур, выставленных в галерее Гроссвена в 1879 году Это скульптуры бегунов Был одним из первых защитников чистого воздуха в Лондоне Основал общество по борьбе с угольным дымом Писал журнальные статьи и читал публичные лекции об опасности угольного дыма Женился на Шарлотте Фостер в 1864 году, а в 1865 Шарлотта умерла Впоследствии женился на Кларе Джейн Ричардс Сыновья адмирал и военный историк Херберт Ричмонд и архитектор Эрнес Ричмонд Художник Ричмонд умер в своем доме 11 февраля 1921 года в возрасте 78 лет В 1919 году увидела свет его книга о Сизе Впечатление полувек иллюстрировано цветными пейзажами и этюдами художника Ну вот так вкратце о художнике серии Уильяма Блейк Ричмонда Британском художнике, скульпторе, дизайнере, витражей и мозаик Пока-пока, до свидания, смотрим работы Субтитры создавал DimaTorzok